Всем добрый день! Во-первых, поздравляю всех с праздником, благовещением, большой праздник. Как когда-то мой папа говорил, в этот день даже птица гнезда не вьет. Так что что вам пожелать? В данной сложившейся по всему миру ситуации, главное, здоровья. А теперь приступим к обыкновенным делам. Вот сижу, думаю, что ж приготовить, что ж приготовить. Вот у меня рыбка хек разморозила, даже вот рыба хек разморозила, две тушки такие симпатичные. И что сделать? И чтоб заснять, зрители смотрели, чего я только с рыбой не делал. Котлеты рыбные делала разных вариаций. И масло внутрь клала, и овсяные хлопья и вовнутрь, и обваливала в хлопьях, и масло сливочное добавляла вовнутрь. Ну, какие только не были котлеты. Дальше. И тушила с картошкой, и с овощами тушила, и в кляре жарила, и под маринадом делала. Ну, всякие варианты. Думала, думала, говорю, Коля, ты какую хотел рыбу? А шо ты будешь? То и я. Ну, все-таки, ну, жареную. Ну, и я, говорю, остановилась, все-таки жареная. То и тушила, и это, и котлеты, и все. А хочется просто жареной. Так что и не в кляре, ничего, просто жареный хек будет. Я вам скажу еще, иногда что-то сготовишь, выставишь видео. Последний раз мужчины, по-моему, два. О, что-то было, ну, обыкновенное блюдо, но тоже его готовила, все нормально. Вы бы еще чай заварили, или яйца пожарили, показали, как. Понадобится это, сделаю. Я ж не могу все время какие-то изыски выделывать. Это ж мне надо кушать. А я что-то такое не люблю. Я люблю простую еду. Вот сейчас захотелось жареной рыбки. Все, другого мне не хочется. Ни в кляре, ни под маринадом. Ничего, только жареной рыбой. И вообще нас в семье с Колей тут живет два человека. Много я не наготавливаю. Бывает такое, что какое-то вроде вкусное блюдо. Для многих вкусное. Я его, например, не хочу. Мне оно совсем и невкусное. Так что как-то так. Обычно готовлю такое, что я могу съесть. И муж так же. А чтобы сделать или жало, то я такое редко делаю. Вот сейчас не то, что захотел, а надо. За хлебом хоть немного, пол булки купить хлеба, кончается. Хлеб есть хлеб. У нас во дворе магазин далеко не надо идти. Маску взял, все. А что еще купить? Я говорю, ну, Коля, если б я там была, то особо, чтоб что-то такое. То вроде не надо. А так, что-то мне понравилось, я, допустим, беру. Мужчина не понимает. Хотя не всякий мужчина. Есть такие лучшие хозяйки, чтоб в доме хозяйка знает, что надо купить. Да, особо, знаете, я и не задумываю какие-то там блюда, продуктов нет. Ходить далеко. В супермаркетах очередь. И вообще лучше не ходить. Это мы понимаем. Так что купить хлебушка и все. Пожарю рыбку, поедим. Если б был огурчик, можно было к салату. Но уже все. Телефон он не берет с собой во дворе магазин. Ну, забыла. Не забыла, а вот только сейчас пришло на ум. Так что будет как-то так. Жарится рыбка, шкварчит. И еще я скажу, что, как говорится, велосипед уже давным-давно до нас придумали. Так что что мы придумали? Все. Блюда эти, рецепты, все повторяется. Чуть-чуть что-то изменяется. А так, что кто-то новое, аж что-то такое придумал. Такого нет уже. Где это было? Все придумали-то так. И так и говорили. Пришел муж уже с магазина. Хлеба купил. Колбаска. Кранковская, та же самая цена у нас. Копейки 125 гривен. А лимоны, говорит, по 125 гривен. Магазинчик, что во дворе. Подняли цену капитально. Говорят, в супермаркетах по 70. Но в супермаркет надо идти из нашего дома подальше. И в очереди постоять. А здесь уже воспользовались моментом. Вот так. Еще бывает, зрители тоже недовольство выражают. Что-то вот пожарила рыбу. А вы тогда жарили? И еще когда-то? Ну, повторяются рецепты. Чуть изменю. Дело, если 4 года или 5 лет назад кто-то будет копаться в тех рецептах. Ничего страшного повторила. Что-то усовершенствовало. Время идет. Мне кажется, наоборот, хорошо. Но есть вот такие следопыты. Еще им не нравится. А что там не нравится? Не нравится, не смотри. Да и все. Я вам еще что хочу сказать. Вот те, кто имеют магазинчики с промышленными товарами. Все магазины закрыты. Ничего нельзя продавать. А вот эти, что продовольствием торгуют, то еще такое безобразие делают. Так поднимают цены на ровном месте. Это ужас. Ой, как говорят. Кому война, а кому мать родна. Так и это. Сейчас буду жарить рыбку. А блог вроде и рассказала все. Какие есть вопросы, пишите под видео. Еще будет кулинарное это видео с рыбкой. Кто-то жарил такую, кто-то не жарил. В общем, выставлю. Что кушаем, то и... Что хочется, вернее, кушать, то и готовлю. То и снимаю видео. Что-то особое. Не буду снимать. Куда его и зачем оно мне. То, что едим. Еще раз повторяю. А вам желаю. Главное здоровья. Заходите на канал. Подписывайтесь. Смотрите мои видео. И до новых встреч. И главное всем здоровья.